И стрел! Полигон шумит с утра до ночи. О том, что здесь ведется серьезная подготовка, слышно издалека. Ямальцы приступили к повзводным тактическим тренировкам. Снайпер, пулеметчик, гранатометчик, стрелки учатся взаимодействовать на поле боя, а командир учится ставить правильные задачи, используя весь арсенал взвода. Вот сейчас полностью имитация боевых условий. Стреляют боевыми, передвигаются тактически. Инструкторы помогают сориентироваться в имитации городских развалин. Патронов не жалеет все, как в настоящем бою. Экипировка, броня, шум боя, физическая нагрузка. С каждым днем уровень боеподготовки у этих подразделений растет, несомненно. С ними уже приятно разговаривать. Они понимают, о чем они запоминают. Терминологию военную, то есть порядок действий, что необходимо делать в той или другой ситуации. Конечно, это зрелище не такое прекрасное, как стрельба из пулемета, но фортификационные занятия – одна из важнейших боевых дисциплин. Здесь своя наука, свои ломанные линии, своя высота брусвера. Все учитывается. Если хочешь надежно быть защищен, бери лопату, копай глубже, кидай дальше. Саперное дело, конечно же, конек хозяина полигона Тюменского военно-инженерного училища. Инструкторы учат многому. Типы и виды мин, как установить, как снять. Даже, казалось бы, такое простое приспособление, как веревка с кошкой, может спасти жизнь и помочь выполнить боевую задачу. Таким нехитрым приспособлением бойцы снимают растяжки с фугасами. Парни стараются. Здесь главная мотивация и главный настрой. Ведь боевое слаживание для того есть, чтобы сплотить коллектив. И парни с Ямала показывают хороший результат. На сегодня в Тюмени остаются еще два ямальских батальона. Их подготовка продолжается. Денис Новиков, Александр Суворов. Специально для программы «Время Ямала. Тюмень».